Здравствуйте, дорогие друзья! Всем привет! И мы вас приветствуем из Республики Беларусь, город Минск. Мы здесь, мы сюда приехали на пару дней, час февраль, февральские праздники и сегодня 23 февраля 24 года. А то очень многие спрашивают, почему вы не говорите дату, когда вы снимаете видео. И всех мужчин мы поздравляем с праздником. Да, ну а сегодня у нас день в Минске и мы едем на Комаровский рынок. О том, где мы живем, как сюда доехали и все-все-все смотрите в предыдущих видео. Ну а сейчас поехали. А вот и Комаровский рынок. Мы доехали. Ой! Идем. При входе всех встречает женщина, да, с семечками. Даже я помню таких бабушек. И они, правда, всегда такие-то уродные были. Да, они всегда, я помню, всегда могли нато... Ты даешь ей, она тебя еще сверху насыпет. Они добрые такие были. Идем. Ой, какой он огромнейший. Какое здесь изобилие-то всего. Минске зовут и виноградные пузырьки. Да. Вообще... Ну что, пойдем сначала по верфу пройдем? Давай. Цены немножко. Сейчас вам покажем. Смотри, какой салон. 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 Грудинка. Ммм... Ммм... Салон по второму этажу. С конфеты. Мясная продукция. Коммунарка. Кстати, фирменный павильон. А там уже 3D. Да, да, да. Коммунарка. Птичье молоко. А вот это какая-то... Да. Это сырная молочная продукция. Ну, здесь этот терминал тоже есть. Вон, а весь терминал есть. Кефирчик. Чечил. Косичкой. Практически везде принимаются карточки, но те, кто хотят наличные, есть Сбербанк и есть банкомат ВТБ. Карта Мир спокойно работает, можно снимать. Да. С карты МИР российской полкойна можно в белорусских рублях все снять. По краю есть различные точки общепита. Вон, плов написано, кандыр. Можно поесть различную. Входим, смотрим. Здесь так все вкусно. И никак не можем понять. Нам так хочется вкусного, вкусного сливочного масла. Вот прям вот настоящего сливочного, как вот из детства. И вот чтобы оно было именно вот настоящее. Как вы думаете, на ваш взгляд, особенно наши подписчики, которые живут в Минске, живут в Республике Беларусь. Какое ваше масло самое-самое вкусное? Напишите в комментариях. Немножко мясо ценное. Ребуха, да, рубец. Ну, это и есть. Ребуха, да, рубец. Немножки, говяжки. Такие прям копыль колбасы пошли ряды. Сало. Ой, какое сало. Напоминаем, по курсу, чтобы получить рубли, нужно умножить примерно на 30. Даже там 29 с копейками курс, но мы умножаем для простоты на 30. Ливерка печёночная, сало, грудинка домашняя. Также вкусно. Вы видели выбор грибов. Да, такого у нас есть. Да, обалдеть. Класс. Последнее это Бакалея. Ага, свежий. Булочки. Так. Это даже конфеты, кстати, да. Какие тортики? Какие вам хотели белковые? Или розовенькие вот эти? Это 4 белковые, а 1 2 белковые? Мммм. Вкусняшки. Ну что, купили всяких вкусняшек и себе домой, и гостинцев, друзьям, знакомым на работу. И с довольной счастливым лицом можем ехать обратно дальше гулять. Ну, на улице написано сезонный рынок. А это, наверное, под открытым небом рынок. Ну пойдём. На улице. А вот здесь, смотрите, корова, лошадь. Вот. Да. Ну пойдём посмотрим корову. Даже прикольно. Улица на дуэра. Ага. Смотрите. Реально коровка. Тихоросия такая. Судя по тому, что они у неё отполированные, здесь все учились на дуэра. Вот. Красная. Смотрите, у неё цветочки на голове. Веночек. Я тоже такой веночек хочу. Красивая такая коровка, я её не боюсь. А вот там лошадка. Пойдём лошадку. А вот фотограф. А, фотограф, точно. У лошадки, так понимаю, больше всего популярна всю птичка, на ней сидячая, и уши. Ну и кто-то на неё соблюдается сесть. Ушки. А птичка прям правда, она вообще вся отполирована. Ага. Почему-то самая отполирована у неё ножки. А мне кажется, ножки они отполированы, просто их делали снова. Потому что она падала, мне кажется, они реконструированные ножки. И как кто-то оторвал на память. Да. Так, какая зима у тебя. Ну здесь, скорее всего, он больше работает летом, в тёплое время года. Больше популярность пользуется. Больше продаж. Да, сезонные. Да, сезонные. Да, да, да. Чузочки пойдут. Да. Касательно нашего продвижения по городу Минск, конечно, мы пользуемся больше такси. Так что у нас отель расположен немножко великовато от метро. Поэтому на метро нам не очень удобно. Такси в среднем вот от отеля Ренессанс до Комаровского рынка нам было где-то примерно 12 минут ехать. И заплатили мы 8 рублей белорусских за машину класса Комфорт. Вот. Иногда бывает дешевле, иногда чуть дороже. Но цены на такси здесь, если сравнивать с московскими, ну вообще практически ни о чем. Ну, зато снимают деньги прям сразу. То есть ты заказал такси? Она еще не пришла, а деньги сняли. Да, а деньги сняли. То есть ты можешь заказать такси и уходишь. Деньги все равно уже сняли. Вот. Ну вот такой вот момент. А так здесь, конечно, метро очень популярно. Очень многие вам пользуются. Тоже удобно. И достаточно дешево оно здесь. Ну да, 90 копеек. Один жетон. Ну я считаю, что это прям по московски. Но это вообще дешево. Так что вот наше продвижение пока это такси. Но это для нас лично удобнее всего сейчас. Устывается в ЖУХ и мы в новом месте. Приехали. Ой, трактор едет. В Лошицкую усадьбу музей. Но как-то такси нас привезло непонятно куда. Куда приехали. Не, на самом деле я по Яндексу посмотрела. Нам нужно будет сейчас немножко вот туда вот пройти. Просто проезда нет. А там ходит впереди очень красивый храм. Он на реставрации как-то и он. Пытаюсь я приблизить. На верху. Ну да. А там будет реставрация. В общем идем искать музей. Мы ищем легких путей. В общем смысл в том, что вот здесь зелененький домик. Нам нужно попасть туда. Здесь по идее должна была быть облагороженная входная группа. Но вот здесь какой-то ремонт. В общем будем пытаться вот в доме пробиться вот туда пройти. Мы не можем. Я не матерюсь. Кто так строит? Ухвоздюкаемся здесь. Причем ведь вход был здесь. Потому что мы поставили точку для такси на Яндексе. Нас набрали. Музей Лошицкая усадьба. Ну как бы он показал вход здесь все правильно. Мы и приехали сюда. Черт. Масштаб бедствия, чтобы вы понимали. А здесь должна была быть нормальная дорога. Нормальная. Что-то мне это напоминает. Да, да, да. Трындец. Это сейчас мне так смешно. Хотя здесь совершенно не смешно. Вот здесь скользко. Аккуратно очень. А на ней кто-то жил. Но главное, что мы сюда прошли. Ну конечно, это полный трэш. Перегородить дорогу, чтобы не пройти. Зайца, кто бы знал. У меня теперь вопрос. Выход есть. Нормальная отсюда. Выход есть, да. Есть, только надо будет через весь парт там пройти. Вот. Вот так нам вот сюда. Сейчас попробуем подняться. Главное, надо к автобусу дойти через парк. К автобусу? В каком автобусу? Ну, к дорожному. К дорожному, на котором мы уезжаем у нас сегодня. Ааа. К Гиллиану. А к тому автобусу к десяти вечера выйдем, Гиллиан. Не бойся. Ну все, мы дошли. Наконец-таки с грехом пополам попали. Палашидская усадьба. На самом деле она имела много-много хозяев. Различные какие-то знаменитые фамилии. Как Талачинский, Горностаевый, Рушинский, Любанский. Ну, нам вот честно сказать не особо говорящие фамилии. Вот. В том числе в годы Великой Отечественной войны здесь оккупационные войска были. Ну, генерал-штаб немецкий. Вот. Ну, а таким знаковым местом является взаимоотношение Беларуси и ООН. Именно здесь впервые в послевоенные годы размещалась миссия ООН. А также вот этот Палашидский парк, который расположен рядом, он был отдан под сельхозные угодицы. Шафу Залашидца. И занимал 93 гектара. Ну, вот. Здесь питомники, старые сады примыкают. Уникальные плодовые сети, очень декоративные растения. Ну, конечно, все летом увидеть, наверное, можно. Весной, летом. В текущей пору вряд ли. В общем, попробуем сейчас зайти в музей. Вроде бы он работает. И посмотрим, что там внутри. Комната кухарки. Угу. 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 Печка хороша. Да. Да, да, да. Печка вообще сказочная. Ох! Какой колоник. Комнат. Комнат. Кухня и столовая для прислуги. Угу. Угу. Что?! Угу. 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 Небольшая была, буквально, две комнаты экспозиции во флигеле. Типа гостевого домика, домик для прислуги. И основной музей будет вот здесь вот. Входной билет стоит 10 белорусских рублей. вот данный человек до касс находится в флигеле идем в основном музей эстафия иванович любанский ну да да веждая кашки прохим малый больный зал какой-нибудь да это очень-то типа душу в вода ванная такая обалдеть смотри какая у них ванная была это ванная обалдеть класс но главный дублики а сумочки ридикюль ведь в таких строчках хранили и все больные аксессуары какие подсказку даю сразу две совершенно верно что мы верим сегодня делаем круто круто вообще просто у меня впервые такой восторг мне главное у меня впервые жизни туалетная комната вызывает такой восторг у детей прям туалета вызвал вообще буйство эмоций интересно красота офигеть вот это вообще камин класс а это кабинет судя по всему где стоит такая вот шикарная печь но камин класс каминная печь дизайн по проекту берлинского скульптора ставьте на паузу чтобы прочитать кому интересно а курить и на комната обалдеть сейчас поближе офигенные трубки 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 вообще вау вау класс так нашли дальше куда нам идти вау ой это для посуды резное какое все молочко да даже внутри вон посуда вся резная красота красота вообще очень красиво а дальше в столовая класс здесь видишь две печи получается с каждой стороны чтобы наверное максимально ее нагревать комнату до вау вкусненько вкусненько класс ну что давайте как резюмешку да ну ладно небольшая несколько комнат но все равно она такая небольшая компактная но интерьер правда здесь красивый оно того стоит чтобы посетить но я бы сказала недорого да здесь еще и парк вообще красота красота погулять тебе как? да мне тоже очень интересно многое что мы бы хотели увезти да к себе домой но мне понравилась столовая вот в такой столовой приятно сидеть и принимать пищу наслаждаться разговаривать а еще когда тебе ее кухарочка приготовят да 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 все свеженькое 10 блюд это не то что на бегу пришел поел и дальше побежал здесь вот прям посидела так хорошо у них культ еды был своеобразный да 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 и вся семья собиралась к определенному времени да ну а сейчас мы идем на выход уже другим путем вот туда вот центральной улице по центральной аллее там конечно будет домик сторожа есть даже кафешечка какая-то летом здесь конечно мне кажется погулять вообще красота будет сейчас погода не особо до погуляний о покормите пташек зимой какие здесь пташки у нас есть я вижу только голубя одинокого да и синица как зеленушка полевой воробей сойка дымовой воробей рябинник снегирь серая ворона график длиннохвостая синица галка черный дрозд лазаревка черноголовый щегол и дубонос вот вот